Восьмилетняя Оля Поросек с большим удовольствием рассказывает о своей большой семье, просторном доме, любви к рисованию и о том, как помогает родителям. В доме семейного типа, что на улице Воснецова, девочка встретила третий Новый год подряд. Мама мне всегда помогает все делать. Мы утром просыпаемся, мама нам что-то в школу дает, забирает нас, ухаживает за нами. Моих братьев и сестры зовут Макар, Дима, Сергей, Матвей, Никита, Ваня и Варька. А игрушек на всех хватает? Да. Вы не смотрите? Нет, у нас еще на чердаке много игрушек. Но лишних игрушек и подарков не бывает. Организаторы этой акции специально не придумывали яркое, интересное, подчеркивающее тематику название или слоган. Говорят, сосредоточились на другом. Была задача охватить заботой и вниманием как можно больше детей. Подарки очень полезные. Это практически все канцелярские товары, которые нужны детям, школьникам, дошкольникам. Они всегда рады этому, они любят лепить, рисовать, играть. Поэтому это все то, что для них нужно. Наши дети всегда ждут любых подарков. Они нуждаются в любой помощи. Не то, что даже в помощи, а они видят, что люди идут на контакт и они немножко социализируются, наши дети. Поэтому любая фирма, которая может даже не финансово помочь, а просто чем-то заинтересовать наших детей, может приехать в любой момент позаниматься с нашими детьми на базе нашего дома, например. Буквально за день представителям управления по образованию администрации Московского района комиссии по делам несовершеннолетних и БРСМ предстояло охватить заботой не только детей, проживающих в квартале Новоснецова, но и 20 семей, находящихся в социально опасном положении. У нас прошла череда таких рождественских новогодних праздников, но суть в том, что поддержка этим семьям, поддержка этим детям нужна не только в новогодние праздники и в какие-либо другие праздники, а в принципе ежедневно. То есть поэтому акция эта и приурочена к тому, что ни к чему не приурочена, потому что хочется давать им помощь, давать им поддержку ежедневно. Организаторы уверяют, благотворительные проекты не будут ограничены какими-либо временными рамками, ведь так важно, чтобы каждый почувствовал себя нужным.